Приветствую тебя на втором уроке курса практической реализации уроков президента. В рамках этого урока я расскажу, где мы будем проводить презентации продуктов и бизнеса в интернете, почему выбрано было именно это место, именно эта форма проведения презентации. Президент в одном из своих уроков сказал, что абсолютно не важно, где вы проводите презентацию, главное делайте это правильно, регулярно и продвигайте ваши презентации. В интернет пространстве можно выбрать очень много способов провести презентацию продукта и бизнеса. Для этого можно использовать всеми любимые сетевиками Skype, можно использовать популярный WhatsApp, можно использовать модный Telegram, вы можете пользоваться Zoom. Презентация бизнеса и продукции в мессенджерах это очень популярный способ проведения презентации. Но нужно четко понимать, вокруг мессенджеров сложно с технической точки зрения организовать командный вариант работы. Потому что здесь возникает очень много субъективных факторов, когда мы привязываемся к одному человеку, который проводит эту презентацию, и очень много времени уходит на согласование удобного времени. И чаще всего такие презентации проводятся людьми, которые работают небольшими командами, либо лидерами, которые уже отработали систему проведения личных консультаций, презентаций. То есть это не совсем командный вариант работы. Конечно, презентацию можно провести на вашей личной страничке в социальной сети. Сейчас любая социальная сеть поддерживает прямые эфиры. Причем эти прямые эфиры продвигаются самой социальной сетью. И, конечно, в любом случае, даже если у вас не раскрученный аккаунт в социальной сети, вы будете получать зрителей на вашу трансляцию. То есть вас в любом случае кто-то будет смотреть. Поэтому прямой эфир на страничке вашей социальной сети – это очень эффективный, хороший способ проведения презентации продукции и бизнеса. Но нужно четко понимать, кому полезен или интересен данный прямой эфир. В первую очередь это владельцу этой странички. Именно с этим человеком будут связываться люди, которых вы приглашаете на прямые эфиры. То есть не с вами, а именно с владельцем этой странички. И, конечно, когда вы людей приглашаете на прямой эфир, который идет на личной страничке человека, нужно четко понимать, что все сливки получает именно владелец этой страницы. То есть получается игра как бы в одни ворота. То есть вы приглашаете людей на персональную страничку вашего, например, лидера, который проводит презентацию, прямой эфир. Но лично вы с этого ничего не получаете, даже если вы отправляете личные приглашения в сообщениях в социальных сетях. А если вы приглашаете через рекламный пост, то есть отправляете, размещаете ссылку, ну, например, на личную страничку человека, где будет проходить эфир, вы вообще ничего от своих действий получать не будете. И получается как бы игра в одни ворота. Это не совсем правильно. То есть каждый труд должен быть оплачен. То есть если вы тратите время на приглашение людей на презентацию, вы должны за это что-то получать. И в нашем случае оплата – это конкретные контакты людей, которые посмотрели проведенную презентацию и которым она понравилась. И они решили узнать о компании больше. Они откликнулись на призыв человека, который проводит презентацию. Если у вас остались вопросы, хотите узнать о продукции компании больше, свяжитесь с пригласившим вас человеком. И люди связываются именно с вами. Конечно, я не говорю «не проводите прямые эфиры», нет. Но если мы говорим о системе, о системе, которая задействует всю вашу команду, то прямой эфир должен проводиться именно на сайте. И у нас такой сайт есть. И благодаря командному сайту, который является общим ресурсом, у нас получается обратная связь, то есть двунаправленность получается. То есть мы приглашаем людей на презентацию. И после хорошо проведенной презентации мы получаем контакты заинтересованных людей. И вот это уже правильный вариант работы. Конечно, забегу чуть-чуть вперед. Для тех, кто хочет знать всю техническую составляющую нашей системы, я хочу вам сказать, что благодаря сервису ReStream мы ведем наши прямые эфиры во все популярные социальные сети и еще на множество площадок. Посмотрите, я вам показываю список, куда транслируются наши прямые эфиры. Но все эти площадки используются для того, чтобы привлекать людей и рассказывать о том, что мы делаем. Это дополнительная бесплатная реклама. О сервисе ReStream для тех, кто хочет построить свой вебинарный сайт, я расскажу в отдельном дополнительном уроке. Итак, хотите получить эффективную, постоянно работающую систему проведения презентации, к которой можно подключить любое количество людей, используйте командный сайт. На момент записи этого видео наш командный сайт для проведения прямых трансляций выглядит вот таким вот образом. На нашем сайте нет ничего лишнего. Есть окно, в котором проходит видеопрезентация продукта либо бизнеса. Имеется возможность принимать участие в трансляции, то есть писать какие-то свои вопросы, на которые отвечает человек, проводящий презентацию. И появляется возможность связаться лично с вами. Этот сайт у нас общий, но каждый из вас получает на этот сайт свою персональную ссылку. И когда вы приглашаете человека на этот сайт, вы приглашаете человека на свой сайт, на свой личный сайт. Так как сайт этот становится лично вашим, именно с вами люди могут связаться. В зависимости от того, какую форму связи вы для себя выбрали, а как настраивается форма связи, рассказано опять же в дополнительном уроке, который есть у нас на платформе, смотрите. Люди будут с вами связываться по тем контактам, которые вы оставили. Спикеры, которые проводят презентации, могут меняться, но сайт остается единым. То есть ваша ссылка, которую вы абсолютно бесплатно в один клик получаете в платформе, не меняется. То есть неважно, кто проводит трансляцию. Человек, который проводит трансляцию, он проводит ее не для себя. Он ее проводит в первую очередь для вас, для тех людей, которые приглашают заинтересованных людей на эту видеопрезентацию. Получается командный режим работы. Кто-то приглашает, кто-то хорошо, качественно рассказывает о продукции и бизнесе и призывает связываться с теми людьми, которые пригласили вас на презентацию. И только контакты человека, который занимается приглашением, доступны на нашем сайте. Потому что, еще раз повторюсь, каждый получает свою уникальную ссылку, и вы приглашаете как бы на свой личный персональный сайт. Несомненным плюсом сайта является то, что сайт у нас работает 7 дней в неделю, 24 часа. Если человек, с которым вы пообщались, переходит на наш сайт не во время прямого эфира, человек просто-напросто смотрит его запись. И большинство людей будут 100% уверены в том, что они смотрят именно прямой эфир. И не стоит их в этом разочаровывать. То есть система работает 7 дней в неделю, 24 часа. И все, что нужно делать, это выполнять одно простое действие – приглашать людей на наш сайт. И выполнять второе действие – это обрабатывать те заявки от тех людей, которым понравилась эта презентация, и они с вами связались через те контакты, которые вы именно оставили для связи. То есть получается очень простая и очень понятная система проведения презентации. Мы не используем никакой спам, мы никому ничего не навязываем. Мы просто информируем людей о возможности прийти на интересную презентацию бизнеса, либо продукции. И только тех, кто сказал «да, я пойду», мы им отправляем ссылку. И продолжаем работать только с теми людьми, которые сами заполнили контактные данные, либо сами связались с вами через оставленные вами способы для контактов. И мы получаем вот такую схему, как вы сейчас видите на экране. К этой схеме, к этой системе можно привлечь любое количество людей. И что мы в результате получаем? Постоянно работающую систему проведения презентации, которая не зависит от кого-то одного, потому что, еще раз повторюсь, на сайте лежит всегда запись проведенного вебинара. К этой системе можно подключить любое количество людей, выполняющие простые и понятные действия по приглашению, о которых я расскажу чуть позже. Мы никому ничего не навязываем и продолжаем работать только с теми людьми, которые связались после или во время презентации с вами, то есть заполнили контактные данные в зависимости от той формы, которую вы оставили. Кроме перечисленных плюсов, что это общий ресурс, постоянно работающий, что вы получаете на этот ресурс свою ссылку и делаете этот сайт как бы личным. Все, что вам нужно делать, это просто приглашать людей на этот сайт и затем обрабатывать в своем личном кабинете на нашей платформе. Я сейчас показываю личный кабинет на платформе Век Роста. Несомненным достоинством сайта является то, что вы можете и должны просматривать статистику, то есть работают ли ваши приглашения, либо нет. В личном кабинете вы можете посмотреть в разделе сайты, подключенной, какое количество людей прошло по вашей ссылке, то есть согласились на ваше приглашение прийти на сайт, прийти на переприятие и нажали на вашу ссылку. Вот эта циферка. Какое количество людей заполнили анкеты, то есть решили связаться с вами, то есть продолжить разговор. Это циферка, которая указана через дробь. Вы можете получать подробную статистику, в нашем случае, кто конкретно приглашает. А в вашем личном кабинете вы можете посмотреть статистику по дням, то есть в какие дни люди переходили по вашей ссылке, а в какие нет. Плюсов у командного сайта еще достаточно много. Я запишу еще два дополнительных технических урока, в которых я расскажу о скрытых возможностях нашего сайта. Эти возможности будут интересны тем, кто будет выстраивать свой командный сайт. И расскажу еще более подробно о том, как же выглядит вся система проведения трансляции. Расскажу о сервисе Restream, панель управления, которого я показывал. Но это дополнительные уроки. Их нужно смотреть только тем, кому это правда интересно. Следующий обязательный урок. Я уже расскажу о том, как подключается наш сайт и как получить доступ к статистике. Благодарю вас. Жду на следующем видео уроке.